привет всем благослови всех господь и сохрани всех господь во имя отца и сына и святого духа аминь я хотел бы сейчас поговорить и про как всегда про нашего спасителя иисуса христа я хочу в этой теме сказать что бог дал мне то что купить за деньги невозможно я начну с того что каждый из нас что-то хочет получить в этой жизни или работает или хочет достичь чего-то да но это нормально да ну моей жизни было так что бог реально во первых по молитвам меня всегда в руках держал не давал мне умереть когда а во вторых я хочу сказать что бог спас меня когда я умирал бог спас меня когда я умирал своей комнате это было первое что дает бог бесплатно получается бог дал мне бесплатно то что мне никто дать не мог у меня спас тогда когда врачи уже сказали когда я сам сказал уже все но не сказал я чувствовал сердце билось я чувствовал не конец приходит и в тот момент получилось так что бог меня услышал и пришел ко мне и спас меня это первое что дает бог бесплатно и и дает он то бесплатно что купить за деньги невозможно только через веру только через покаяние и только через иисуса христа это первое с чего я хочу начать нашу тему мою тему спасибо привет брат спасибо богу что благодарю бога что он спас меня когда я умирал и и так же я хочу помолиться за всех людей кто это будет сейчас слушать да или слышишь что бог спас каждого из нас то чтобы он спас нас и вел просто дальше за собой но дайте богу двигаться вашем сердце это я хотел сказать теперь я буду дальше говорить о том как он меня спас и что он сделал что за деньги купить нельзя что сделал господь моей жизни господь и во первых меня уже отвозили на когда я был в больнице уже отвозили на проверку цирроза печени у меня было да и вот это когда бог явился я думал все я уже жене говорю что может быть не конец придет уже это не шутки туда-сюда да и в конце концов я сделал проверил сейчас анализы прошло долгое время и подарок который делает бог что он делает когда ты идешь за ним он восстановил полностью мою печень восстановил полностью мою печень и он восстановил как сказать у меня была жировая печень жир еще было еще больше анализы были плохие и восстановил полностью в врач гайту очень хорошо у тебя все дальше что произошло конечно давление у меня сильное было давление по 200 было тогда сахар был повышенной сторону диабета 100 сахар до врач уже сказал все уже там серьезно все все восстановилось есть анализы есть подтверждение слава богу иисусу христу спасителю он дал мне это да он не дает то что врач бы тебе не дал это какой врач себе может сдать в основном врачи конечно тоже от бога но вот эти исцеления во-первых они начали все сначала духовно почему человек умирает ну я имею ввиду мы все когда-то уйдем мы перейдем в вечность все мы перейдем в вечность вопрос конечно какую вечность во вторых почему человека духовном если он духовно умирает он будет и умирать физически уже здесь на земле в основном или другая тема и сладная продолжу дальше сахар да вот сахар тоже бог восстановил у меня нормальные анализы сахара и бог тоже восстановил это я сам очень доволен и слава богу приятно важно это да он освободил меня от зависимости да я обращался психиатром я обращался к каким только врачам не осознял бы я и кодировался и что только не делал да в конце концов ничего никакого результата не было освободил от матов от зависимости конкретной зависимости большой кому надо подробно я могу потом объяснить чтобы большая зависимость если кто-то хочет получить освобождение от зависимости иисус христос может тебя освободить бесплатно тебе не нужны деньги тебе не нужны врачи тебе нужно встать на колени и просто кричать ему и он тебя может освободить от сигарет от матов дать тебе новый источник сердце дать и сердце восстановить я пойду дальше освободил от меня от зависимости да теперь буду говорить о мне почти мои анализы все вы ну вы представьте себе если вы живете очень долгое время без бога и вашей жизни были конкретные аварии клиническая смерть там драки счет только не было да и просыпались в реанимации часто очень много моментов до десять лет было ужаса да а здесь теперь бог дает здоровых детей вот это тоже момент да он дает здоровых детей врачи говорят не то что они здоровые они у них прекрасная вас прекрас как он сказал по немецкому сам вундашой на интвиклинг у него прям такое как он раз короче прекрасно как он развивается ребенок он такой маленький он уже до реагирует на все и другой сын реагирует все и слава богу сыновья они нормально и это я опять же я благодарю бога что он дал то что купить за деньги нельзя вот эти все момент моменты что я вам перечислил это вы никакого не за какие деньги ни от кого не получите единственное что от вас кто-то хочет это вас развести на день понимать также насчет кодировки также насчет психиатра чтобы были от них зависимы платили большие бабки деньги и в конце концов вы сами понимаете никто вам не поможет но бог может вам дать это бесплатно бесплатно вам не нужен не я никто просто вам нужно сердце ваше которое готово жить так как хочет бог все и бог сделал это в моей жизни такое чудо такое прекрасное чудо которое он сделал я также хочу вот повторить этот стих из библии до дьявол приходит чтобы украсть убить и погубить это он почти сделал моей жизни почти там уже было вот все уже грань была смерть или жизнь он уже почти это сделал я пришел иисус христос говорит чтобы имели жизнь имели жизнь с избытком это реальная ситуация это истина это я могу быть свидетелем вот этих слов моей жизни вот этот вор приходит чтобы украсть вера я я верил всегда слава богу что я верил все равно бог меня держал некоторых моментах он меня держал я мог бы еще больше плохих вещей натворить и мог бы вообще закончится очень плохо все все равно вера меня спасла в конце концов но когда мы идем хотим идти за богом мы должны держаться за истину в нашем сердце должна быть жить истина не просто у нас есть свободное время мы решили отдохнуть как ты можешь отдыхать если твой ближний сосед идет в ад как ты можешь отдыхать если через тебя бог хочет двигаться неужели иисус христос там отдыхал прям разыдывался ты сам подумаешь что в твоей жизни происходит и поменяю ее так сегодня у меня был разговор с человеком ему мешает то-то я был в одном месте сегодня и у меня был разговор с человека ему мешает многие моменты чтобы двигаться с богом я ему сказал чисто от сердца лучше потерять все но идти за богом и бог потом будет давать это что правильно не так вот этот вот это он тебе не будет давать который те не будет дальше давать жить с богом такого бог не дает бог открываете этот путь и когда ты идешь и тебя поймет твоя жена что ты можешь дышать только богом ты перестаешь дышать богом ты умираешь сначала духовно украсть второе убить тело сатана любыми способами он тебе даст бизнес он тебе даст еще что-нибудь в конце концов чтобы ты просто был таком состоянии когда бог тебя спросит а где ты был почему ты не бодрствуешь почему ты не молишься почему я не могу через тебя двигаться я же тебя благословил я тебя из праха поднял ты просто умирал заживо я тебе дал жизнь в тебе живет истина теперь почему ты не пользуешься истинно почему ты живешь в своей плоти почему ты даешь своей плоти двигаться почему ты не живешь в духе из-за этого я хочу сказать всем людям по сейчас это слышит вот эти слова да во первых бог дает дал мне бесплатно спасение через веру в иисуса христа ибо так возлюбил бог мир первую очередь тебя что дал сына своего единородного иисуса христа дабы верующий в него не погиб но имел жизнь вечную я живой свидетель этих слов и этих моментов живой свидетель бог дает жизнь да это не будет легко мы идем против течения все будет плохо и печок крыша яиц шизофрения сектант что я только не слышу реально бред уже даже с верующих людей которые 30 лет 20 лет в церкви год если ты не православных тебе бога нету если ты не баптист не относишься церкви в тебе бога нету но это же бред полный бог освобождает меня дает мне жизнь вечную на коленях где никого не был тебя же рядом со мной не было как ты можешь мне говорить что я иду против бога или они православные так какой чё его был православный вот сегодня ехал и дух святой говорит вот записывай про его спроси людей был он баптист все что он был это ивошняя вера в бога его спасла спасла благословила 10 раз конкретно все в шоке как это так он здесь умирает все друзья горит идея то тебя уже смертью пахнет а здесь он просыпается и бог ему дает настоящую жизнь настоящую жизнь с избытком конкретно это бог сделал моей жизни он не только меня спас ну как не только это самое главное он спас мою душу да он спас мою душу от вечного огня от ада от вечного огня там нету больше паузы там закрывается крышка и все решение твое принято здесь на земле мы принимаем решение все я тебе это говорю не просто так я должен тебе это сказать человек кто-то это принимает кто-то смеется кто-то недослушают кто-то переслушают кто-то свое мнение говорит а я тебе говорю про живое свидетельство что это есть истина и самое главное чтобы мы все поняли что такое покаяние это тоже где сатана конкретно влез в это покаяние потому что человек когда он откается перед богом во-первых покаяние это извинение а второе что он делает через веру принимает иисуса христа спасителя в свое сердце если ты принимаешь иисуса христа свое сердце уже не ты живешь ты должен понимать что твоя жизнь должна свидетельствовать о боге первое второе что стоит уже не я живу а живет во мне христос аминь благословите обратно брат сестра про благословения да и второе да вот я сбиваюсь надо говорить это дальше да бог дает жизнь дает жизнь с избытком и самое главное он дает жизнь вечную жизнь вечную он дает до бесплатно и без разницы какой у тебя статус в мире какой статус ты и ты ничего с собой не возьмешь кроме того кроме твоей веры потому что здесь в этом мире идет вопрос конкретный или ты дитя бога или ты дитя сатаны вот этот конкретно это же конкретно по идее ты родился чтобы прославить бога это все это факт мы родились чтобы прославить бог это да для этого был создан бог мы родились чтобы прославить бога и чтобы жить так как хочет бог все если у тебя какие-то вопросы или у меня лично если мне очень плохо мне какие-то давление это открывает вот у нас есть навигатор как я называю иногда до Навигатор, Слово Божие. И что нам надо делать? Жить в духе. А это что такое жить в духе? Жить в духе – это против нашей плоти. Когда наша плоть ее разрывает снутри, капец, проблемы. Тот звонит, этот не звонит, этот что-то не то. Где-то ты там нарушил, не знаю, еще что-то. Тот, это, люди против тебя дают. Кто-то тебе говорит там, заблуждает тебя. Тебе нужен только Иисус Христос. Все, больше никто. Что? Начни идти за ним, и Бог даст тебе освобождение. Хватит играть уже в христианский театр. Это для всех людей, кто сейчас пока, кто уже в Боге 20, 30, 40 лет. Дайте Богу. Он вообще вас спрашивает, Бог не будет. Если через человека идет истина, и Бог, дайте ему быть с Богом. Мы должны не просто быть один час в месяц на каком-то собрании и жить так, и не знать. О, Бог, как мне освободиться от сигарет, как мне освободиться от этого, как мне освободиться. Да ты еще не умер. Сдохни, наконец-то, насчет твоего «я». Твоего «я» очень много. Ты покупаешь новую машину, то покупаешь, это для чего? Чтобы твоя суета, чтобы ты в суете был, чтобы ты даже писк с тебя не был, понимаешь? И для этого все делает сатана. Чтобы человек просто до того был в суете в этой, чтобы он даже слова не мог сказать. Вы сами же видите, что произойдет. Начинаешь говорить, о, брат, ты что-то не то. А как я могу молчать, если пять людей, с кем я сидел за столом, уже в живых нету? Я могу дальше идти. Это близко люди, с кем я сидел за столом. Очнитесь, наконец-то. Вам всем придется встретиться с Богом. Только вопрос, как ты с ним встретишься. Или он будет твоя судья, где ты будешь отвечать за каждое слово. Или он будет твой спаситель, где ты просто спасенный. Как этот разбойник на кресте, который по вере получил спасение. Мы сейчас это выбираем. Вот, аминь, брат. Вот еще одно было. Слава Богу, видишь, от алкоголя освободил. Нету сильной. Аминь, слава Богу. Видишь, молодец. Бог молодец. Да, конечно. Теперь мы должны все идти за ним, брат. Любой ценою. Думай головой, открывай канал, записывай. Читай больше, глубже, ищи его. Не слушай никого. Тебе нужен только он. И все. Вот это моя миссия объяснить каждому человеку, без разницы, где он находится. Что ему нужен Бог. Я просыпался под мостом, меня будила милиция. У меня не было никаких денег. Полностью вся жизнь разбитая. Сейчас я живой свидетель. Бог освободил меня. Я живу. Все. У меня есть покушать, есть это. Я сижу, мне Бог дал микрофон. Это. Дал возможность где записывать это. Но неужели это не свидетельство? Он мне дал сыновей, здоровых сыновей. У такого человека, как я, который прожил очень такую аварию и все. Мне где-то не везло в жизни. Мучился. И Бог меня освобождает. Теперь за что мы будем держаться после освобождения? Подумайте, за что? За Бога. Чем ты хочешь держаться за Бога? Своим сердцем. А как ты хочешь держаться? Когда ты допустишь то, чтобы он жил в тебе. Чтобы реально он жил. Думать о нем везде. Делать, как он хочет. И просто быть готовым. Молиться ему. Доверять ему. Говорить открыто про него. Не дай человеку закрыть тебе Божий план в твоей жизни. Не давайте это. Не дай Бог. Каждому из нас я говорю. Как меня слышно? Читаю громко, наверное, да? Разговариваю. Все. Я приземляюсь. Теперь чуть-чуть приземляюсь. В освобождение нам Бог дал всем бесплатно. И это такая благодать. Я так рад, что я говорю про Бога. Я так рад, что я могу. Хорошо, да? Алекс. Ну, слава Богу. Да? Слышно. У меня еще камера. Камера мутная, да? Чуть-чуть. Ну, это по идее какая разница какая камера. Бог даст и камеру. Время надо даст. Я это тоже все записываю. Хорошо слышно. Слава Богу. Слава Богу. Хорошо. И вот из-за этого вот сейчас настроя, да? И то, как хорошо. Я очень рад, что мы можем слышать это. И мы можем говорить. Мы друг друга почти не знаем. Ну, что нас соединяет? Любовь Божия. Нас соединил Иисус Христос. Поймите это. И это конкретно. У Бога нету национальности. У Бога нету там и егошние дети. Бог не разделяет весь этот мир на какие-то... Он создал мир для нас, чтобы мы познали, что мы все братья. Иисус Христос сказал ученикам, называйтесь себя братьями. Хватит уже все. Из-за этого мы должны жить так. Для меня то же самое. Как приятно, когда человек... Вот мне недавно такая... Я был у человека... Чайка мне этих... Через него. Связь, да? Прыгай чуть-чуть. Вроде связь чуть-чуть прыгала. То, что... Конечно, Библия же это стоит. Что мы должны быть в едином духе, да? Чуть была. Ну и интернет. Надо будет интернет посильнее делать. Интернет, наверное, все равно чуть-чуть. Хотя я стараюсь это... Ну, недалеко. Как-то надо спросить, как интернет сделать. Ну, в общем, мы должны держаться за него. Все, да? Вот это покаяние есть посвящение. И он должен идти через нас. Почему в Библии стоит «не давайте место дьяволу». А как мы не дадим место дьяволу? Когда в нашей жизни будет много Бога. Да? Когда мы уходим от всех, и мы понимаем, нас уже это все не интересует. Нас интересует истина, которая нас держит в живых. Все. Мы живем в вечности. В Библии стоит, что мы уже дети Божьи. Мы сыновья Божьи. И это все стоит, что у нас Отец Небесный. Все, нас ждут. Иисус готовит для нас все это. А здесь мы должны просто теперь уже проповедовать, говорить. Потому что вера рождается у человека тоже через проповедь, через истину. Я вот это говорю своими словами. Это все в Библии стоит. Из-за этого мы должны, какой у нас есть возможность говорить. И каждому из нас, я тоже задумался. Бог дает каждому из нас талант. Привет, благослови тебя, брат, сестра. Шалом. Каждому из нас Бог дает какой-то, я думаю, талант в жизни. Вот даже вот я сейчас сижу, я думаю, вот эти кожаные сидения, которым уже 30 лет. Я думаю, даже вот они на фоне. Я не хотел показать какие-то... Они вот почему-то в этой комнате, вот эти кожаные сидения. Потому что не хочу я ничем хвалиться или что-то такое. Ну так получилось, что они стоят, эти сидения. Ну на будущее туда что-нибудь, плакат надо будет сделать. Просто я не хочу больше... Да, аминь, я буду стараться. Бывают моменты, где я записываю, и вы должны все понимать, я думаю, у вас тоже так бывает, что в жизни бывают такие атаки. Вот у меня вот эти атаки происходят часто, я вам открыто скажу, почему-то на выходных. Я думаю, вот этот демон... Аминь. Я думаю, вот этот демон, который меня держал долго в рабстве алкоголизма, злости, сигарет, вот в основном... Почему вот сегодня мне такая мысль пришла, вот на выходных больше же людей, да, вот там празднуют что-то непонятное, ну как я раньше жил, вот это все, да. И вот почему-то вот в пятницу, в субботу я как-то чувствую такую реально атаку, я просыпаюсь ночью. И вот это уже долгое время такое, я прям начинаю, ну реально такая раздражительность у меня. Я не знаю, как вы себя чувствуете, вот такая, может, у кого-то бывало такое, что вот на выходных больше атаков такие, чисто духовных атак, да, такие. Я тоже немного не все знаю, может быть где-то делаю какие-то ошибки, не так что-то говорю, да. Это, ну, Бог меня спас, это, вот это единственная истина, которая, которая есть в моей жизни. Есть давление и помехи постоянно. Да, это конкретно, это замечаешь. Некоторые думают, что такое покаяние, ты покаялся и все, полетел. Я тоже так раньше думал, все, ты тебя ничего, мы идем против течения, вот представьте, плыть против течения. Вот вы же сами заходите туда, думаете, ё-моё, иногда сатана ко мне подходит и такие мысли, у тебя крыша едет, зачем ты кому-то рассказываешь. Аминь, брат, спасибо за поддержку, пускай еще 30 лет. Просто раньше, прикинь, какое качество делали. Я говорю им, я не буду, но им 20 лет, больше 20 лет. Вот представь, вот раньше, что про качество, если разобраться. Ну, это без разницы, как качество. Бог делает качество в нашем служении, если мы за ним идем, тогда качественно. А насчет духовного давления, вот брат пишет, и я говорю открыто про это, оно будет всегда, да. И она реально происходит тогда, вот я даже замечаю, я хочу стрим записать, да. И у меня начинаются звонки какие-то, почтальон приходит какие-то, мне звонят, звонят с больницы. Какая у тебя авария была в 2004 году, это уже 20 лет прошло, ну, насчет головы, когда я в реанимации лежал в клинической смерти. Вообще, такой вот недавно звонок был. Мне вообще, я говорю, знаете, со всех сторон кто-то начинает мне какие-то вопросы задавать, да. И сбивает темы, а потом реально думаю, вообще, про что я хотел говорить, да. И вот часто так нас сатана отводит. Мы возрастаем в Господе, будем расти. Конечно, но будем расти только, мы должны тоже так же понимать, почему вот в Библии где-то стоит, что мы должны каждый день, ну, читать Слово Божие, углубляться. Я вам даю, дам пример, да, вот Царство Небесное моему дедушке, да. У меня дедушка, Царство Небесное ему, он покаялся, по-моему, в 30 лет, да. И он очень, он очень сильно верующий был. Он такой, и я в нашей родне, я единственный, который, можно сказать, тогда, я говорю про до покаяния, не состоялся. Как меня, ну, я знаю, что я не состоялся, я и сам понимал это, что я не состоялся в жизни. И только про меня слышны проблемы, там, крыша едет, еще что-то, еще. И это все много было, да. И дедушка с бабушкой за меня очень сильно молились, да, все это время. И вот у меня дедушка вот с бабушкой, да, они реально жили просто верой, да. Для них они очень просто жили, ни за чем не гонялись, они просто, я как их всегда помню, они жили, вот просыпался дедушка, как он просыпался, вот так, с рукой в книге, шел спать вот так. И это он делал до 94-го года жизни, до 94-го года. Бог его также исцелил, освободил, и он всю жизнь вот так в вере жил, потом в собрании был. Просто я хочу вам, просто концентрируйтесь на слове Божьем. У них есть там песни поют, то, у каждого у нас свои эти. Я на будущее хочу сделать тоже, как как-нибудь там, может быть, подключать музыку, включать христианскую, там, знать. Ну, развивать в этом, да, как могу я буду развивать этот канал, ну, всеми силами, что есть. Ну, конечно, сила придет от Бога, но Бог говорит, ты иди, а я тебе дам. И мы должны идти, потому что Бог этого хочет, да. Бог хочет, чтобы мы шли через него. Из-за этого самое главное богатство, которое у меня есть, это вера в Бога, которая меня спасла. И теперь я уже буду за нее держаться до конца. Кто победитель, венец жизни, кто будет до конца держаться. И мы все должны держаться до конца. Не сдавайтесь никогда, постарайтесь, чтобы Бог жил в вашем сердце, чтобы через вашу жизнь Бог стучался к людям. Он будет стучаться. Если вы посвятите свое время Богу, через вас, без разницы, где вы находитесь, на работе, на тренировке, где хотите будете находиться, Бог будет через вас говорить. Люди будут это слышать. И не забывайте тот момент, у каждого человека часто перед смертью есть время. И он вспомнит эти слова, как этот разбойник на кресте, он поверил, так и он. И вы не думайте, что вы просто так сеете семена. Это не просто так. Если вы их сеете, конкретно они будут расти. Просто мы должны удержаться в этом. Наша задача всех верующих показать на Иисуса Христа. Все люди должны понять, что им нужен Спаситель. Все. И мне нужен я. Им нужен реально тот, о ком я говорю все это время. Я не славлю себя, что я такой крутой. Во мне ничего крутого нет. Бог меня освободил, когда я был уже последним человеком на этой земле. И он поставил меня на ноги. И не то, что поставил на ноги. Вот я с вами говорю. Сегодня воскресенье. Сегодня суббота. Я могу говорить про Бога. Полностью трезвый человек. С детьми, с семьей. Мои дети читают Библию. Молятся друг за друга. Это все делает Бог. Я не сижу за столом, где алкоголь, где наркотики, где казино. Все. Мне это достало все. Я не хочу еще жить без Иисуса Христа. Эта жизнь меня привела почти в ад. Понимаете? Я вам говорю от чистого сердца. Эта жизнь без Иисуса Христа привела меня почти в ад. Все. А если мы живем и не прославляем Бога, мы даем честь сами себе. Потому что без прославления Бога ты бы сегодня даже не проснулся. И я бы тебе ничего не мог сказать. Из-за этого прославляйте Бога своей жизнью. Начните с малого. И Бог вам даст больше. И больше. И больше. А самое главное, жизнь вечная в раю. Эта жизнь здесь. Это миг. Мы вот так пролетаем ее. Бах. Все. Нету человека. Бах. Все. Нету человек. Бах. Все. Нету. И мы дальше бежим. Человек бежит. Не может остановиться. Стоп. Одумайся. Осмотри на свой путь. Куда ты бежишь. Е-мое. Ты собой даже одежду не сможешь взять. И тело твое то же самое. Что с своим телом? Выключишься. Все. Вынесут. Забыли через неделю. И все. Тебя нету. Оставляй то, что хочет Бог от тебя. И готовься к нему. Славить его в вечность. Он приготовил до нас. Посмотри вечером на звезды. Там же нету конца. Бог. А Бог сотворил такое зерно. Планету для нас. Такую красоту. А вы представьте, какой будет рай. И за это задумайтесь. Сейчас уже всем говорю. Людям. Какая прекрасная тема, когда мы говорим про спасителя Иисуса Христа. Если у кого-то есть какие-то вопросы, может быть, что-то мне сказать. Стараюсь просто все это всем объяснять. Видите? Просто открыл Писание. Вот просто открыл здесь стоит. И не сообразуйтесь с веком этим, но преобразуйтесь обновления ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Вот просто открыл. Это же золотые слова. И это вся Библия свидетельствует. Знаете, почему я люблю сильно Библию? Потому что Библия свидетельствует о том, во-первых, кто меня спас. Вот первое, о чем она свидетельствует, кто меня спас. Мне многие люди пишут, о, Библия, там противоречия, там вообще, там чуть-чуть я верю в Бога, но там много не от Бога. Новый Завет, это Иисус Христос с Богом. Все. Она говорит о истине. Люди писали, которые были вводимы Духом Святым. Они заплатили за эту Библию, очень драгоценную цену, заплатили люди, жизнью своей позорной. Их убивали после Иисуса Апостола, почитайте, что было. И за это Бог дает нам благодать, чтобы мы говорили, потому что людям нужен Спаситель. Хватит уже жить в заблуждении. Да, посвятить жизнь свою, это как-то в мозги в наши тоже же не заходит. Как так, посвятить свою, да, посвятить свою жизнь, это самое. Я лично говорю про меня, я должен это сделать. Не то, что должен, я хочу это сделать. Не то, что хочу, я люблю Бога, что Он спас меня. И я, я, это как воздух. Если вот я, многие, вот я пример всегда с воздухом, Бога. Мы же когда дышим, представьте, воздуха не было бы, как на Марсе. Вот, вот взять Марс, да, там нету воздуха, как бы там люди жили. А здесь есть воздух, Бог сделал воздух. Он все сделал, что мы, а что самое главное сказал Иисус? Не только хлебом питается, да, человек, но каждым словом, который из уст Господней. Но я, я читаю это Библия. И наша, конечно, вера. Вот вера, вы всегда задумываетесь на то, что покушение дьявола всегда идет на веру. Он делает это по-разному. Он может сделать через здоровье, может подойти, может подойти через еще что-то. Может подойти через близкого человека, может подойти через зависимость. И все будет красиво. Он может тебе предложить бизнес, тебе. О, ты же смотри, проповедуешь, Бог тебя поставил. Не надо много говорить про Бога. В сторонку чуть Бога отверни. Давай заниматься бизнесом. Когда поднимем бабки, потом будем прославлять Бога. Вот так же и дьявол может подойти. Подойти и тебе говорит, давай посвяти свою жизнь, как Иисус. Я тебе дам все богатство, только поклонись мне. А так не пройдет уже. У меня в моей жизни это не пройдет. И вот смотрите дальше. Просто так я сейчас это читаю. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело. Так мы многие составляем одно тело во Христе. Понимаете? Получается, у каждого из нас есть свое дело. Я, например, должен это высказать. У какого-то брата есть 100% тоже понимание. Мудрость Бог дает. Дух Святой действует. Он вездесущий. Он действует. В данный момент он действует везде. Мы из разных городов. А я верю, что Бог действует везде сейчас. И у вас, и у меня, и везде. В одно время. Вот представьте так. Это же вы сами понимаете. Вот такие дела, братья и сестры. Все, да, я вам сказал, что Бог может освободить. Вернусь к начале теми, да. У кого проблемы какие-то, зависимость туда-сюда. Бог даст. Я живой свидетель, что даст. Но это, когда он дает Бог, тебе надо просто посвятить за него. Да. Из-за этого я еще хочу подчеркнуть. Царствие Божие усилием, да. Надо прилагать. Мы идем против плоти, да. Надо понимать. Здесь стоит также в Библии. Живите в духе. Понимаете это, да. Да, просто мы должны жажда. Бог идет, когда жажда есть в человеке. Если мы не жажды, мы где-то там это. Я просто понимаю, если я отойду от Бога, я могу просто умереть физически. Я, думаю, дьявол ждет этого. Он ждет конкретно. Я знаю это. Я чувствую. Я чувствую, как он дышит на меня иногда даже. Я говорю. Это да, он, да. И заодно пока мы себя под защитой Бога, он не подойдет ко мне, да. А если я отойду от него, просто решение. По идее, дьявол ничего сделать не может. Он может пользоваться твоими решениями. Ну, как ты среагируешь? Реакция твоя, ну, вообще твоя реакция. Итак, под конец я прочитаю вот этот очень важный момент. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Главное не грешить. Аминь. Конечно, не грешить. Если мы любим Бога, если мы хотим идти за Богом, Бог будет нас чистить. Понимаете? Чистить. А иногда почему у нас происходят такие проблемы, где мы задумываемся. О, я в мыслях, оказывается, тоже у меня еще. У нас-то корень через Адама пришел все равно в нашу жизнь. Сами понимаете. Как через одного человека зашел грех, так через Иисуса Христа мы получаем спасение. Но вот это когда я понимаю, иногда все вроде хорошо. Получается, мы всегда нуждаемся в спасении и благодати, и милости Иисуса Христа. Понимаете? Мы всегда... Почему вот вечеря принимаем, когда мы им говорим спасибо Иисусу, что Он нас омывает. Вот это вера в духовном смысле. Получается, мы должны понять, что мы несовершенные, мы в плоти будем делать это. Не то, что будем, мы меняем свое, мы живем против плоти. Но на нас атаки идут конкретно с внутренней. Получается, борьба идет с самим собой, у меня лично. Никто же меня не может сказать, о, бери или еще что-то. Я же принимаю решение. Да, конечно, когда давление, ты можешь где-то не так сказал, не так это. Но ты помолись за этого человека. И сам начни тоже, конечно, жить так, как он хочет. Да, будем жить по духу, аминь. Будем читать Библию, всегда слушайте христианскую музыку. Есть много песен, там тоже, которые вот поменяйте, поменяйте свою реальность в доме. Вот реально, там сделайте, там не то, что мы не занимаемся идолопоклонством. Иисус Христос, Он делал что? В волю Отца. В нашей жизни должно все свидетельствовать о Боге. Если это не свидетельствовать о Боге, это нехорошо. Машина, книга, дети, жена, все должно свидетельствовать. Это не то, что для всех других, это для нашей жизни хорошо. Когда ты просыпаешься, смотришь на картину, там стоит, Бог любит тебя. Он заплатил цену за тебя такую, отдал сына своего. Ты идешь туда, Бог, у тебя всегда это. Тебе плохо открываешь Библию, пишешь, говоришь другому человеку. Человек пишет, слава Богу, мне легче. Когда-то у меня тяжело, я слышу. Мне, вы понимаете, вот этот круговорот с Богом какой идет. Из-за этого вы не сдавайтесь, идите дальше за Богом. Будем вместе идти и жить так, как хочет Бог. Стараться всегда делать это. Все, я благословляю всех. Если есть у кого-то еще какой-то вопрос, задавайте. Аминь. Бог должен быть первым. Потому что в моей жизни по-любому, если Бог от меня, не то, что Бог от меня, если я от Бога отхожу, все в моей жизни, это я говорю. Единственное, короче, после покаяния мы должны держаться за истину, за Слово Божие. Все, после покаяния. Все, что мне дал Бог, это реально благодать и милость. Это все. Он мне дал то, что купить за деньги. Ну, кто тебя спасет за деньги, освободит тебя от зависимости. Кто это, да. Бог все это делает, здоровье даст. Он тебе продлит жизнь твою. С избытком продлит. Он даст тебе, реально, Он дает, Иисус Христос дает спасение и дальше дает. Просите во имя мое и будет вам по вере вашей. Но если это вам нужно. Конечно, если вы будете просить 600-й Мерседес, который у моего соседа. Да, это бред какой-то. Вы же хотите волю Божию исполнить, а не волю, не знаю, чью. Не будете, ну, как этот обезьянник. Мне тоже в христианской даже мире, там один взял какой-нибудь автобус 9-местный. Теперь все начали брать. И самый новый, и сидишь с ними, и только разговор идет про это. Я не хочу про это. Мне времени нету общаться про новую машину или какой-то еще. Общаться мы должны про Бога. И все. Пускай общаются все, кто хочет. Но я понимаю каждый день, что у нас очень мало времени. И людям нужен спаситель. Так же, как и мне. Он может тебя освободить. И всех людей, кто сейчас страдает. Люди очень много страдают. Не то, что война. А война, это, конечно, катастрофа. Потому что люди, где любовь, где их любовь, брат к брату. Где понимание, где извинения. Это все. Но мы живем, вот как брат мне говорил. Это последнее время. И вы не ужасайтесь. Это все должно прийти. А как это? Это будет конец времени. Что все уже будет. Будет против тебя идти брат, сестра. Брат против брата. Что народ против народа. Ну, конечно, если ты без Бога живешь. И вот эти люди, как свечки. Мы как свечки. Которые все равно они горят и не хотят. И мы. И нас понимите одно. Нас тоже многие не понимают. Меня тоже не понимают. Как это он, не знаю, например, занимается боксом. Тренируется. Таким спортом. А здесь идет сразу на тренировки. Молитва, покаяние. Человек принимает Иисуса Христа. Получает освобождение. Это все как-то для них. Ну, люди думают, крыша точно поехала по полной. Но пускай думают. Мне сейчас на людей, честно сказать, пускай что хотят думают. Я самое главное, что думает Бог. Если я слышу, в жизни человека нет выхода. Хотя у него есть деньги. Он такой крутой. У него все деньги, все есть. А выхода нет. Пишет мне, как мне освободиться от наркотики, от алкоголя. А то я жить не хочу. Едет в бронированной машине, по автобану, деньги все есть. Он говорит, нет, в последнее время я жить не хочу. Вот, пожалуйста, человек у него все есть. И вот я вам говорю, Садана подойдет. Если ты не будешь прославлять Бога, он тебе подойдет. Не думайте, что как одна молитва. Бог, не дай мне много и не дай мне мало посередине. Чтоб мое сердце, знаешь, при тебе. А я тоже, я хочу просто, чтобы быть в воле Божьей. Для меня это самый большой заряд. Другого заряда у меня нету заряда ни у кого. Напишите, с каких стран вообще. Потому что сейчас вот с Россией мне многие люди пишут. Им закрыли доступ. Они пишут, почему стрим не можем зайти. Многие люди почему-то. Вот мне пишут сообщения. Это сейчас, наверное, ну как YouTube мне прислал сообщения, что нельзя, не могут зайти. О, аминь. Привет еще раз. Ну видишь, родственник умер из Германии, брат. Привет, благослови тебя, Господь. Америка, тебя тоже благослови, брат, Господь. Видишь, как сатана его разрулил, да? Извините меня за выражение такое, да? Он умер от алкоголя в запое, был несколько дней, хотя в церковь ходил, был святой. Ну как святой, да? Да, из-за этого мы должны понимать одно. Не давайте место дьяволу, бодрствуйте и молитесь, да? Нет, никаких нет, мы не можем играть с грехом. Если он подойдет, у нас просто Россия, аминь, слава Богу. А некоторые мне пишут, почему-то не могут зайти с России. Вот мне люди здесь пишут, что они в этот стрим не могут зайти. Может быть, как они, ну, не везде открыли. Вот видишь, он, получается, это, взошел, да, вот этот запой, да? И сердце стукануло, или что, да, видишь, как бах, и развел его с алкоголем, да? И так же в Библии стоит, не упивайтесь вином, да? И наоборот, чтобы мы наполнялись Духом Святым, да? Духом Святым, это присутствием Божьим. Конечно, когда тяжело, можно в лес пойти. Да мы можем найти, мы должны просто понять, что будут дни такие, где мы будем понимать, что нам очень тяжело. И в тот момент мы должны прославлять нашего Бога. Знаете, иногда вот я думал, вот у меня новая, новая такая ступень в жизни началась, что когда вот мне тяжело, да, все равно, вот бывали моменты, да, я там, капец, сильно было тяжело, а вот когда тяжело, все равно я стараюсь идти дальше, да, я не буду молчать, надо стараться в Духе, что такое жизнь в Духе. Мы просыпаемся утром, у нас то давление, то проблемы, там какие-то, что-то не то, да, с работой или что. И потом у нас начинается это, и потом просто мы должны понять, что мы должны идти дальше. Потому что Дух мы должны заряжать, как утром, не газету читать или что, а Библию читать, да, и молиться Богу, и также говорить о нем. Да, одна ошибка может все закончить, и дьяволу не шутить, он же как красиво, дьявол подходит к человеку красиво, да, вот как один объяснял человек, очень так, ну, прикольно он покаялся один, да, человек, и он раньше был в это, ну, раньше как бандит был, я смотрел в интернете, он покаялся, и он объяснял, как дьявол подходит, да, ну, он говорит, раньше, когда мы, когда что-то хотели, там, ну, плохое делать, или о ком рассказывал эти рэкетиры, они когда смотрели, когда хотели кого-то ограбить, они долго наблюдали за ним, да, ну, наблюдали за человеком, которого хотели ограбить. И вот так и дьявол делает в нашей жизни, когда он хочет нас, может сказать, обворовать, он же вор в Библии стоит, вор, настоящий вор, и он приходит к нам, и что он хочет украсть? Он же не хочет украсть, там, мешок картошки у тебя дома, да, вот, реально, там, мешок картошки или яички, он приходит, чтобы украсть алмаз, да, это твою веру, это он вор, он приходит, да, а когда он приходит? Когда у нас открыты замки, не то, что у некоторых они закрыты, закрыты, но нехорошо, а у некоторых они не то, что закрыты, они не открыты, они не то, что не открыты, ты сам к нему идешь и вот так, и говоришь, все, бери меня, делай со мной что хочешь, а потом, о, меня обворовали, меня там, это, ну, конечно, обворовали, если ты не пребывал, если ты в духе не жил, как меня обворовали, придет дьявол, он и может конкретно обворовать, что все, человек, вон, сердце стукануло, или чувак, выпил чуть-чуть и все, закончилась телочная жизнь, но я надеюсь, все равно он покаялся и он верил в Бога, да, мы все ошибки делаем в жизни, но мы должны стараться все равно жить так, как хочет Бог, это самое главное Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрый, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и униженное, и ничего не значащее, избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Вот не гои вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и освящением, и искуплением. Вот представьте себе, да, я когда-то себе задал вопрос, Бог мне столько, столько вещей открывает часто, что я могу оставить своим сыновьям, например? Зависает, да, брат? Жалко. Сейчас как, слышно меня? Все хорошо, что-то интернет, да, плохо работает. Все, мы поговорили про эту тему, важную тему, что Бог дает все бесплатно, Он дает все по вере и дает через веру все, да, через Иисуса Христа Спасителя. Если у вас какие-то проблемы есть, Бог может освободить. Он освободил меня, и Он может освободить тебя. Я благословляю каждого из вас. Давайте я помолюсь Богу за каждого. Господь, помоги каждому из нас идти дальше за тобой. Не сдаваться, жить в духе, служить тебе в истине. Меняй наше сердце, меняй нашу душу, меняй наш путь к тебе такой, как ты хочешь. Закрывай все двери, которые не твои. Открывай в нашей жизни только твои двери. Научи нас быть мудрыми в твоих глазах. Научи просто жить так, как ты хочешь. А самое последнее, живи в нас и просто действуй через нас, Господь. Чтобы наше я, мое я было взади. Когда вообще я хочу, чтобы просто ты жил уже. Потому что твоя воля, это благая совершенная, которая есть. Моя воля, я не хочу, чтобы была в моей жизни. Пусть будет твоя воля. И каждый, кто сейчас здесь в эфире, пускай тоже будет Божья воля в твоей жизни. Это очень важный момент. Никогда не сдавайтесь. Бог любит вас каждого. Он любит нас вечную любовью. И он хочет, чтобы каждый из нас служил ему от сердца. И был с ним. Он, когда все люди тебя оставят, он хочет, чтобы ты понимал, что он рядом возле тебя. И живи так, как хочет Бог. И Бог даст тебе то, что ни за какие деньги ты не купишь. Он даст тебе великое и недоступное. Позови ко мне, да, стоит Еремеи 33, 3. И я дам тебе. Все, благослови вас, Господь, и сохрани. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Сына и Святого Духа.